здравствуйте уважаемые представители знака зодиака стрелец общий астрологический прогноз апреля 2023 года меркурий в вашем шестом доме работы здоровья с 3 апреля и аж по 11 июня почему так долго потому что ретро с 20 апреля по 15 мая не занимайтесь своим здоровьем не обращайтесь к специалистам не проводите конечно же операции на теле также это же самое время не подходит того чтобы устраиваться на новую работу а как раз промежутки до и после ретро меркурия напротив для всего этого подходящие то есть 3 по 20 апреля можно заниматься и нужно заниматься своим здоровьем и искать новую работу ходить на собеседование пытаться устроиться и устраиваться и то же самое уже после 15 мая и заниматься здоровьем и ходить на собеседование заниматься ремонтом аналогично если вы затеваете ремонт то не нужно этого делать на ретро меркурия с 21 апреля по 15 мая ни в коем случае затянется очень долго придется переделывать скорее всего автомобиль не покупайте с 21 апреля по 15 мая полнолуние 6 апреля а солнечное затмение 20 апреля да в этом месяце у нас солнечное затмение и оно классное суперское для вас собственно как и полнолуние то есть что полнолуние 6 апреля вашем доме любви что солнечное затмение вашем доме любви но тема работы вот она постоянно знаете как преследует просто по пятам идет за темой любви почему потому что солнечное затмение будет 20 апреля в овне а через три часа солнышко уже переходит ваш дом работы и здоровья и вот того чего я описала быта затмение в пятом доме а потом солнце в шестой это значит что вы может быть начинаете бытовать со своим любимым человеком если вы не имеете пары если у вас нет возлюбленного то вы его найдете и скорее всего быстро захотите жить вместе а кто уже в паре прям реально начнете возможно сожительство вот такое солнечное затмение сожительство если вы уже в отношениях если вы уже живете вместе то какая-то новость какие-то перемены может быть незначительные может быть просто перестановку делаете красите не знаю что там у подъезда даже может что-то вместе делаете деревца подкрашиваете занимаетесь садах огород но вот этот ваш совместный труд он вас переведет на новый уровень кстати труд этот может быть не только по дому совместный но и может быть вы работаете вместе на работе на заводе по шестому дому это все службы которые от звонка до звонка это и заводчане это и учителя это и военнослужащие вот если вы на пару работаете в таких сферах жестких структурных там где нужно служить то это работа или эта служба повлияет на ваши отношения сделают и более романтическими может быть вы добьетесь чего-то на работе какой-то победы которая конечно вас сплотит и объединит вместе на пару вы можете сделать очень многое и полнолуние 6 апреля и солнечное затмение 20 апреля а то что сбываются ваши мечты о любви если вы ищете любовь ну вот ну точно да типичные стрельцы особенно если вы стрелец по асценденту для тех кто ищет прям шикарный месяц кто ищет он найдет особенно если вы стрелец по асценденту по солнышку по луне тоже проиграется почему да потому что и полнолуние такое классное в 11 доме и солнце поклонник он у вас скорее всего уже есть и вы среди поклонников увидите мужа для девушек здесь больше альтруистичная любовь и больше вот такая как будто бы вы звезда девушка а мужчинам больше в рабочий какой-то вот такой уклон такой уклад до какой-то вот такой больше вас домостройская энергия если вы мужчина стрелец но в любом случае вы любите больше любит мужчина в паре вот по таким энергиям более сильнее но и в то же время он ревнивее и эгоистичнее женщина же менее ревнива но и менее эгоистично то есть мужчина любят как лев а женщина как водолей но может быть и наоборот а девушка если напротив вы сейчас более в мужских ролях то это вы чувствуете себя амазонкой захватчицей может быть вы чувствуете что а ваш мужчина это ваш трофей вот вполне себе возможно вы его завоевали они он вас да тогда да тогда поменяйтесь местами а может быть вы и в течение месяца поменяетесь местами к примеру по полнолунию 6 апреля вот вы видите что ваш поклонник вас влюблен а на 20 апреля вы сами влюбляетесь в этого поклонника причем не как-нибудь а очень страстно то он бегал за вашим автографом то вы начинаете бегать за автографом ну или не за автографом до повторять может быть как амазонка хотите его ярмо на него накинуть да может быть вы хотите такого ковбоя сделать домашним мальчиком подкаблучником потому что вы сама себе ковбойка тоже вполне ну такая история может быть знаете погоня догонял очки кто кого догнал кто чинит трофей это может быть это может быть спортивный интерес тоже может быть в интимных отношениях и в негативном ключе конечно это спортивный интерес в кавычках спортивный да конечно может проиграться тоже как любовный треугольник не делайте ни мужчины ни женщины. Не делайте ни мужчин, ни женщин своей добычей. Кто охотник, кто добыча. Это неверная постановка вопроса. Потому что вы не должны быть ни охотником, ни добычей. Будь то вы мужчина, будь то вы женщина, должны по-человечески относиться друг к другу. Полнолуние в доме человечности и гуманности. Но осолнечное сменение в доме звериности. Как раз в доме охотника и жертвы. Рекомендация. Из роли охотника, из роли жертвы, выходить на уровень человек. Охотник это тиран. Жертва это жертва. Это добыча. Зачем вам это нужно? Зачем вам нужны эти отношения? Вы в любом случае будете страдать. Так или иначе. Выходите на уровень человека. И будьте человечны. И воспринимайте другого человека не как объект. Не для того, чтобы поставить галочку, что я еще кого-то покорил. Либо еще кого-то покорила. Не для этого отношения нужны. За это это bad karma. Это очень плохая карма. Если вы ведете записи покоренных и разбитых сердец, то вам прилетит карма несомненно. Вот вы стрелец, да? Если вы в кого-то стреляете и знаете, что карма вернет вам эту стрелу, потому что шарик круглый. Стрела, выпущенная вперед, прилетит вам в спину. Помните об этом. Нельзя делать человека объектом. Вообще объектом чего-либо. Может быть, это не любовные отношения. Может быть, вы хотите, например, сделать человека средством достижения финансовых целей. Или по карьере продвинуться. Вот такая история. Не рискуйте. Здесь может быть, например, девушка, которая хочет продвинуться по работе. Решайте соблазнить начальника. Или, не знаю, еще какая-то история. Может, наоборот, да, вы парень, решаете соблазнить начальницу. Зачем? Для чего? С какой целью? Зачем вы используете человека? Зачем вы используете человека? Человек не вещь. Он не может быть использован. Он не должен быть использован. А если вы используете, то вам прилетает карма. Вот об этом, конечно, обязательно не забывайте. Если вы спросите, каким образом к вам прилетит карма в апреле, вот, может быть, вы уже совершили такую ошибку, то ребята по здоровью ударят. Поэтому, если вы уже наломали дров, если вы уже в треугольнике втянулись, если вы жертва или тиран, если вы цель, либо вы сами были преследователем, в любом случае вам прилетит на физику. Да, девушки, даже если вы не были охотницей, а стали жертвой какого-то человека, вы будете страдать физически. И, напротив, если вы сами кого-то унизили, вогнав в роль жертвы, тоже здесь может выйти на физику. Потому что очень много у вас дома физики. Вот, посмотрите, Меркурий с 3 апреля по 11 июня в доме физического тела. Поэтому, если и будет как-то вам судьба, давайте так, намекать, да, намекать на то, что вы как-то неправильно живёте, то через физику. Потому что шестой дом — это дом питания и образа жизни в целом. Когда вы и во сколько вы просыпаетесь, засыпаете, что вы кушаете, занимаетесь ли вы спортом, когда вы чистите зубы. Вот это всё по шестому дому. То есть шестой дом — это дом ЗОЖ, здорового образа жизни. Поэтому, если ваш образ жизни нездоровый, то вы увидите это на теле. Обязательно вы объявите каким-то образом это. Будьте внимательны, будьте осторожны. Можно ли делать откуп? Можно. То есть если вы знаете, что вы кого-то уже унизили и оскорбили. Например, вы мужчину воспользовались девушкой, бросили. Можете откупиться деньгами. Но тут, конечно, большими деньгами, однако у вас это может получиться. Что значит? Ходите девушке, дарите подарки. Она вас не хочет видеть. На карточку ей скидывайте деньги. Пока не почувствуете, что вам стало легче. Да, откуп можно делать. Конечно, вы не сможете компенсировать совершенно ущерб человеку, особенно если человек пострадал. Но если вы знаете, что девушка из-за вас, если у девушки из-за вас случился гипертонический криз или, не дай бог, сердце схватило, её повезли в больницу, то имейте же совесть. Оплатите девушке лечение. И моральную компенсацию тоже закройте. То есть если вы чувствуете, что вы бессовестны, то я вам уже заранее рекомендую отплатить деньгами. Лучше отдать деньгами, потому что иначе вам прилетит то же самое. Понимаете? Я недавно делала второй расклад. Посмотрите, там есть, я говорила, что тот, кто разбил сердце, сердце того будет разбито, потому что это справедливо и равноценно. Поэтому, уважаемые стрицы, не делайте себе плохую карму. Деньги. Будут ли у вас деньги? Будут. Даже вот подарок. В подарок. Поэтому, девочки, можете ожидать, что если какой-то негодяй вас обидел, оскорбил, привел вас в физическое плохое состояние, то денег он вам даст. Пробуйте, просите, требуйте. Если у вас тема развода, и это ваш бывший муж, и у вас с него деньги, требуйте алиментов, идите в суд, подавайте. Будет. Если это не в таком каком-то формате, то все равно требуйте. Даже если у вас какой-то ущерб только моральный, требуйте. Может быть, вы переедали на фоне того, что у вас была негативная любовь, вы вес лишний набрали, требуйте компенсации. Или, напротив, вы не доедали, кушать не могли на фоне стресса, требуйте компенсацию. То есть, вот в таких даже масштабах. Если у вас какие-то болезни возникли на почве половых вопросов, венерические, аналогично, показывайте справку, показывайте чеки за лекарства, и все требуйте обратно. В суде то же самое. Потому что у вас еще задействован и дом судебный в этом месяце, юридических разборок. Поэтому не стесняйтесь, требуйте справедливости, требуйте компенсации, материальные, моральные ущербы, если такие у вас имеются. Не стесняйтесь. С 11 апреля Венера в вашем доме суда. Поэтому судебные заседания будут, скорее всего, на вашу пользу, если вы стрелец по асценденту особенно. Что еще? Новый брак тоже может пройти. Внимание! Ваш тиран может захотеть стать вашим мужем. Тут может быть, что вы заключите отношения, например, с этим человеком. Например, он вас унижал, оскорблял, но вы его до сих пор любите, и он вам предложит выйти замуж, как там, что там, жениться, руку, сердце, что там еще, печень, почки. Ну, окей. Если вы хотите, пожалуйста, принимайте. Тем более, если ваши собственные почки и печень от него пострадали. Ну, окей, да? Может быть. Смотрите, тут решение за вами. Действительно, что ваш охотник либо ваша жертва могут стать вам в пару. Если вы догнали кого-то и сделали счастливым, то уж продолжайте, То есть, если вы намечали себе девушку как жертву и влюбились в нее, то вы, скорее всего, предложите ей стать вашей женой. Или, девушка, если вас сделал какой-то мужчина жертвой, то здесь ему прилетит через то, что он вас влюбится. Так влюбится, знаете, влюбится и женится, никуда не денется. Вот такая ему будет расплата за его легкомысленное отношение к вам. Так влюбится, что никуда не денется и захочет и женится. Любовные треугольники, вылезайте. Из любовных треугольников в любом случае в власти делать вам там нечего. Ребята, предупреждаю, потому что сочетание пятый и шестой дом аукнется физически. Вот просто посмотрите, откуда я это беру. Ну вот отсюда, посмотрите. 20 апреля, солнечное тмение, в 7-12 утра до часового пояса плюс 3. А через 3 часа солнце уже переходит в телец, то есть из вашего пятого дома в шестой. То есть вопросы пятого дома, это вопросы сердца, переходят куда? В шестой дом, в дом здоровья. Вот вам и есть то, что я вам сказала. Сердце стучит, сердце колет, у вас неврология межреберная. Из-за чего? Тут догадаться несложно. Из-за вопросов любви. Понимаете? Очень просто. Также тема детей. Дети. Это может у них какая-то любовь. Это может быть у них, вот это все, что я только что перечислила про вас, может быть у них, может быть вы за детей волнуетесь, у вас сердце хватает, схватывает. Но в таком случае вам предупреждение. Мамочки, не лезьте в отношениях детей. Не будучи свекрови, не будучи тещи, не становитесь треугольником. Может быть есть он, она, ваш сын и невестка, и вы третья вылезли, понимаете? Очень может быть. Или ваша дочь, вашу будущее, и вы вылезли. И вот у вас и сердце колет, вы нервничаете. Зачем оно вам надо? Вы становитесь третьей стороной. Плохая карма. Ребята, таких историй много. Я знаю такие истории, даже знаю историю, когда одна мама так не хотела, чтобы ее дочка женилась на определенном мужчине, что прямо в день свадьбы она слегла с инфарктом. Вот вам пример, что может быть. Это любовный треугольник. Мы воспринимаем любовный треугольник, как конкретно, муж, жена, любовница. Это очень банально. Намного чаще в любовном треугольнике замешаны родственники, с которыми нет интимного контакта. И по пятому дому это могут быть дети. Сын ревнует. Вот вы мамочка молодая, а у вас сын. Приходит ваш будущий муж, а сыну не нравится. И он тому вашему будущему мужу и кнопки, и что там еще там, клей, и что он еще, что-то такое не устраивает. Подсыпает ему какое-нибудь слабительное в еду. Вот вам, пожалуйста, любовный треугольник. Это реальный любовный треугольник, и такое бывает сплошь и рядом. Намного чаще, на самом деле, чем какие-то конкретные любовные истории. Поэтому расширяйте сознание и понимайте. Также третьей стороной по такому затмению может быть работа. Вот пятый, шестой дом. Обожает свою работу. Женился бы на работе. Вот так вот, да? Вот такая ситуация может быть. Вы, может быть, подозреваете, что у вашего мужа любовница. Почему? Потому что он задерживается на работе. А он реально на работе работает. Он спит реально с работой. На работе с работой он спит. Поэтому проверяйте, перепроверяйте. Не так все страшно, может быть, как вам кажется. А может быть, вообще вам кажется только. И действительно, он влюблен в свою работу. По шестому дому идут очень такие даже странные отношения. К примеру, третьей стороной может быть и его автомобиль. Шестой дом – это дом роботов, робототехники. Я думаю, вы слышали, что люди уже и женятся и на телефонах, и на автомобилях, и на утюгах. Не знаю, зачем. На розетках. В общем, вот такая тоже, может быть, история. Вот он, вы и его машина. И вот он тоже, да, спит в машине, спит с машиной. Кто-то спит с работой на работе, кто-то спит с машиной на машине. Ну, я не знаю, очень может быть пылесос, понимаете, ревность к пылесосу. Я уже, конечно, шучу, чтобы вы немножко повеселились. Вы, ошибаетесь, но то, что вы ревнивы, вы ревнивы. И тот человек, который ревнует, может ревновать даже к столбу. Я думаю, вы это понимаете. Поэтому здесь у вас может быть третья сторона. Да реально, что угодно. Телефон. В ТикТоке он сидит. Всё. Понимаете, вы уже думаете, что всё в ТикТоке. Вот там кого-то смотрит, какая-то там супермодель. Всё, он там уже с ней виртуально, понятное дело. И вы в шоке. Ну, пятый дом, по-любому, дом ревности. Кому вы будете ревновать, я не знаю. Возможно, вас будут ревновать, а скорее всего, и то, и другое. Поэтому берегитесь. Конечно, солнечное мнение будет мощненьким, любовным. Но я вас предупредила, да, что оно очень кармическое. А в 29-м градусе Овна, ну, мега кармическое загнение солнца. Будьте осторожны, берегите себя, берегите своё сердце. Главным образом обязательно, потому что солнечное отменение в доме сердца, ох, ну, солнце, сердце, ребята, тут всё связано. Овен отвечает за голову. Это кровяное давление, это глазное давление. Кровеносная вообще вся система. Пожалуйста, связь. У кого-то, если у вас уже, например, давление на фоне сердца, да, то есть давление бывает на фоне психических, на фоне каких-то сердечных вопросов, вот если вы сердечник, если у вас давление низкое, высокое, то вот особенно берегите себя, особенно в любое отмене солнца. Инфаркты, инсульты, здесь, ну, так вот, это по статистике, ребята, это не то, что я придумаю, по статистике, просто посмотрите статистику. Поэтому, а полнолуние тоже, 6 апреля, в полнолуние не делаются операции, знаете почему? Потому что кровь разжиженная. То есть, что полнолуние 6 апреля не подходит для операции, что солнечное отмене не подходит для операции, ни в коем случае, на сердце, на голове, ни в коем случае, на нос, если вы решили исправить себе нос, ни в коем случае. Овин отвечает за голову и за верхнюю часть головы, это нос переносится, и еще верхняя челюсть, вот это все, давление, как ходит кровь по вашему телу, как работает сердце, вот это все, следите, следите за этим всем, обязательно берегите свое сердце, берегите голову и найдите баланс между умом и сердцем, не ревнуйте, как бешеный зверь, но и не живите только в голове, как холодное животное. В любом случае, или вы только головой живете, вы холодное животное, или вы только сердцем живете, вы горячее животное, огненное, это все не есть хорошо, вам нужно найти серединку и баланс. Желаю вам здоровья, счастья и всего самого-самого лучшего. Если хотите обратиться ко мне лично, посмотрите сейчас на экран, номер телефона, заказывайте гороскоп на солнечный отмене лично для вас, а также второй расклад либо другую, любую работу я могу для вас выполнить. Я работаю с маятничком также, применяю его, использую нумерологию, использую, поэтому обращайтесь, помогу, чем смогу. Работаю с любовью, с душой. Ставьте лайк, пожалуйста, пишите, Света, добрые комментарии, будьте счастливы. Всего доброго.